В Кремле готовы объяснить Нино Катамадзе политические аспекты обострения отношений между Москвой и Тбилисией. Известная грузинская певица отказалась от концертов, как она выразила, стране и агрессоре. Бизнес-ФМ спросила пресс-секретаря президента, насколько безопасен сейчас культурный обмен между Россией и Грузией. Она очень талантливая, но, наверное, многого не знает в плане политики. Так, в Кремле прокомментировали нашумевшие заявления грузинской певицы Нино Катамадзе об отмене дальнейших концертов в России. Бизнес-ФМ спросила пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, насколько безопасен сейчас культурный обмен между Россией и Грузией. Что касается конкретных упомянутых вами представителей, она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ее будем готовы разъяснить. А что касается наших артистов, если они планируют в Грузии выступать? Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны. Мы же не слышали ни слова осуждения этих действий. Поэтому просто наши артисты должны понимать, что это может быть сейчас пока небезопасно. Дмитрий Песков последний раз 46-летняя Нина Катамадзе выступала в России 22 июня на фестивале «Усадьба джаз» в московском парке Коломенская. Певица тогда заявила со сыну, что ее сердце сейчас в Грузии. Во вчерашнем обращении в фейсбуке певица извинила, что не могла находиться с отечественниками с самого начала протеста в Тбилиси. Россию она назвала оккупантом, а президента страны врагом. «Насколько эта грузинская певица востребована в России?» говорит член Московской международной ассоциации джазовых журналистов Михаил Митропольский. Я думаю, что, во-первых, это ее отказ приезжать временно, и он связан с определенными политическими условиями. И в этом смысле я ее вполне понимаю. Другой вопрос заключается в том, насколько она интересна, важна. Я не отношусь к ее поклонникам, но я хорошо знаю, что она регулярно приезжает, выступает на фестивале «Усадьба джаз». Кроме этого фестиваля у нее тоже довольно много концертов. У нее есть много публики, которые с восторгом относятся к ее деятельности. Я думаю, что это определенная потеря для нашей культуры, несмотря на то, что и для меня она певица не самая значимая. И я бы на ее концерт не стал бы ходить, но это лучше, чем очень многое другое в нашей эстраде. Я думаю, что она в большей степени эстрадная певица, чем джазовая. Михаил Митропольский. Под постом Макатамадзе в Фейсбуке более тысячи комментариев на грузинском и украинском языках в основном одобрительные. Некоторые русскоязычные пользователи считают, что певиц пиарится. Другие сожалеют, что теперь послушать Катамадзе вживую можно будет только в Грузии или в других странах, где она гастролирует. Решение певицы отказаться от концерта в России прокомментировали многие медиаперсоны. В частности, Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале, цитирую. У меня вопрос к согражданам. Кто-то и правда хочет отдыхать в стране, где артисты вынуждены извиняться за то, что оскоромились, прикоснувшись к нам? Конец цитаты. Оперная дива Анита Рачвилишвили решила поддержать Катамадзе, также извинилась перед жителями Грузии за свои концерты в России. От комментариев в СМИ по этому поводу воздерживается советский грузинский актер Вахтанки Кабидзе, известный своими острыми высказами в адрес России. Он не был в нашей стране с 2008-го. Вот как происходящее с Катамадзе комментирует продюсер Ройусов Пригожин. Эта девушка, фантастическая певица, талантливая. Что тебе надо-то? Ты приезжаешь в Россию, ты мечтала в нее попасть, ты мечтала там деньги зарабатывать. Мне нравится, почему мы позволяем вообще всем гражданам мира, маленьких в том числе государств, вытирать об нас ноги. Налоги они у нас не платят, вывозят деньги сколько хотят. Но если вы такие умные, ну вот посмотрите Кикабидзе, он гордый, никуда не ездит, сидит все в Кбилиси, Океан Эльзы. Сидят себе в Украине, путешествуют по миру, не заезжают в Россию. Какое было сейчас счастье, отношение наладилось. Смотрите, как любят Тамару Гварцетели, Сосо Павляшвили, Нани Бригвадзе. Они спокойно себе ездят. Если был бы у вас концерт намечен, например, там с Валерией или вот с кем-то, то вы бы сейчас поехали в Грузию? Говорить о таком сослагательном сложно. Такой ситуации нету. Я был в Грузии в силу того, что я в свое время работал в Кикабидзе. Я тоже с ним не согласен, что он категорически настроен в адрес Советского Союза, России. В современной России я продюсировал его, и мы всегда были рады, и сейчас ему рады. Они сначала наговорят гадости в адрес руководства страны, а потом уже заднюю им неудобно включать. Иосиф Пригожин. Билеты на концерты Катамата довольно дорогие, они стоят до нескольких десятков тысяч рублей. Певица выступает в России с начала нулевых. Она не отменяла свои концерты даже в 2008-м, во время и после так называемой Пятидневной войны. Не только Катаматзе поет и записывается с джазовым ансамблем «Инсайт». Она исполняет как свои композиции, так и кавера. На сайте Нинока Томадзе до сих пор есть анонс ее концерта в Москве 27 марта будущего года в Вегас-Сити-Холле. В касте концертного зала «Бизнес-ФМ» сказали, что пока об отмене выступлений информации нет, а билетов еще много по цене от полутора до двенадцати тысяч рублей. В России усомнились в востребованности Нино Катаматзе. Ранее грузинская певица сообщила в соцсетях, что отказывается выступать в нашей стране. Позднее она удалила русофобский пост, но волну комментариев уже было не остановить. Российский ценитель музыки ничего не потеряет без Катаматзе, считает продюсер Иосиф Пригожин. Россиянам одолжение делать не надо. Не хочет, пусть не приезжает. Вот эта вопиющая история тоже мне Мадонна. Пьенсе, Элистин. Она что, знаменитая артистка такая, что прям стадионы собирает, которую прям ждут с нетерпением? Я понимаю, Вахтан Кикабидзе. Он лишил возможности не только себя, это абсолютный эгоизм. Это самолюбие, это не любовь к России. Это просто вопиющее высказывание. Ненависть к одному человеку выливается, ненависть ко всему народу. Она поет не для Путина. Она у Путина никогда не выступала. Россияне не были настроены воинствующе. Они, наоборот, обрадовали, когда стала возможность передвигаться и ездить друг к другу в гости. Мы любим грузинскую кухню. Нам никогда не запрещали ходить в грузинские рестораны. Нам никогда не запрещали дружить с грузинами. Никогда не было вот этих отношений. Любят Тамару Гверсетелли. Любят Бубуки Кобидзе. Почему такая вопиющая несправедливость и вот такое хамство по отношению к русскому народу, который, в принципе, дал ей возможность зарабатывать и вывозить деньги в Грузию? Данными заявлениями Нино Катамадзе закрыла себе вход на все концертные площадки России, подчеркнул адвокат Шата Гаргадзе. Для меня очень печально, когда деятели культуры, артисты вмешиваются в большую политику. Но раз они себе позволяют вмешиваться в большую политику, то я считаю, что любой уважающий себя человек должен, кроме громких фраз, еще и подтверждать действиями. То есть, если ты считаешь Россию страной-агрессором, врагом, и если ты считаешь для себя о недопустимом выступать на территории Российской Федерации, тогда не пользуйся, пожалуйста, теми материальными благами, которые тебе дает Россия. И артисты, которые стали популярны, известны и заработали свой капитал именно на площадках России и благодаря российской публике, потом плюют этой публике в лицо. На мой взгляд, это свидетельствует о низких моральных качествах человека. Протестные акции в грузинской столице начались 20 июня. Поводом стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия. Конфликт начался после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению принимающей стороны занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы начали штурм здания. Во время столкновений с полицией пострадали более 240 человек. Еще 300 митингующих были задержаны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова